Расскажите, кто селился и кто нет. Я знал, я стопроцентно знал, он не хочет выйти на этот поединок. Что? Опять? Вот то, что я постарался 40 дней, потренировался, и человек взял и ушел. Вот теперь понимаете, кто есть такой, да? Смотри, я один вещь говорю, у него ничего нет, ничего не случилось, я и стопроцентно это знаю. Просто будь мужчина, будь мужчина, не надо так делать. Вот у меня очень многие проблемы, мои тренеры знают, я о чем говорю вообще. Но хоть у меня рука не была одна, я вышел бы. Вот здесь, знаете, здесь понятно, здесь уже за честь, за достойно. Просто за это надо было выйти. За это. Я вышел бы и забрал бы. Просто хотел бы доказать. Вот, показай себя, пожалуйста. Я еще раз скажу, мои тренеры знали со мной что, и я как веду на этот поединок. Я его никогда не принял как человек, как достойный человек, который может за слова отвечать. Я его никогда серьезно не читал и не буду читать. Теперь хардкор, говорю, как контракт. У нас контракт есть. Найдите мне замену. И все. Это, это очень, блин. Ниже плентуса. Ниже плентуса. И знаете, я о чем думаю? Я думаю, я в зале тренировался. Кто там видел, я как тренируюсь, наверное, сказали, вот он сто процентов готов и он очень заряжен. Может, из-за этого он не вышел. Выходи, да. Выходи, не надо бояться. Ничего не будет. Один-один. Уже не будет, приятель. Один раз в жизнь без толпы. Выходи сюда, со мной надо говорить. Ты же показываешь себя, как лев. Выходи. Ты же говоришь, мужик должен за слова. Выходи. Я говорю, с Аллахом, говорю, вот тренер наш, он не знает у меня что и какие проблемы, но я хочу выйти. Я хочу просто вопросы закрывать. Всем ассаламу алейкум, пресса и всех, братва. Я хочу обратиться к Харкору. Харкор, дайте уже людям ясность. Будет бой Шалхала с Персом. Не будет боя. Будет драться Перс с кем-то или нет. Будет он со мной драться. Будет он с кем-то другим драться. Дайте уже ясность людям, потому что все недоумения мне пишут. Прям, я не знаю, толпами пишут мне здесь. Ты выходишь, ты выходишь. Я-то в любое время готов подраться. Хоть через 2 часа вылетит и на следующий день подраться. Разницы нет. Просто мои условия согласятся, без проблем. Я постоянно тренируюсь, я постоянно готов. Но я хочу, чтобы Харкор дал ясность, чтобы мы все понимали. Вообще будет этот бой или не будет этот бой. Верно подмечено. Или будет Перс с кем-то драться. И с кем он будет драться. Друзья мои, всех приветствую. Касаемо боя и почему он сорвался. Потом уже позже будет с нашей стороны соответствующее объяснение. Ну, сейчас я хочу задать один вопрос Персу. Персику хочу задать один вопрос. Перс, скажи, пожалуйста. Конечно, все твои видео и сейчас, и до этого времени у меня всегда вызывали только смех. Потому что ты сам по себе, ну, шутник такой, несерьезный. Просто скажи вот на один вопрос, ответь. Человек, которого ты называешь по жизни никто, берет чуть ли не на каждой пресс-конференции, раздает тебе люлей. Вот, к примеру, как вот в последней пресс-конференции это было. Один на один на тебя напал и раздал тебе люлей знатно. Разу два даже. То есть у тебя, конечно, от страха там толпа, все дела увеличиваются, все это. Ну, там один человек, это по факту. Просто ответь, кто ты после этого будешь. Если он по жизни никто дает тебе люлей, то кем ты будешь тогда? Можешь объяснить? На сегодняшний день шоу-хар весит 80 килограмм. Это, вы знаете, это полностью неуважение на мою страну или хардкор. Я не знаю, что сказать. И зрители, конечно. Но я хочу вам сказать одно. Я хочу ради вас, ради лек и, конечно, ради себя спасти. И хочу сказать. Я выйду на этот поединок с перевесом, который у него есть. 10 килограмм у него перевес. Я выйду с ним. И просто хочу так просто его закончить, чтобы все уже знали, кто есть кто. А так я хочу сказать. Шоу-хар по жизни это никто. Вот то, что видели, он на самом деле кто. Саламу алейкум, братуэ. Давай еще сейчас посмотрим. 8 тысяч человек здесь. Две минуты подождем. Две минуты подождем. Где он готов выйти на бой, где он готов выйти с перевесом. Если он не воздухан, если он реально хозяин свое слово. Если он так готов ничего там, не писать, не просить гонорары какие-то 40%, 50%. Если он готов выйти на этот бой, перевесом завтра. Я готов. Я готов. Никаких проблем нет. Лесго, завтра бой будет. Завтра бой 100% есть, если перс не балабо. Короче, ребята, всем добрый вечер. Видео, Анатолий Сунянов уже себя объявил. О том, что я вешу 80. Шоу-хар у него плюс 10 кг перевес. В общем, я завтра выскочу против него. Просто накажу за брата, за лигу. В первую очередь я хочу выступить за лигу HFC. И просто за зрителей, которых он тянул и столько месяцев его водил за мной. Короче, Шоу-хар, переходи на бой. Завтра тебе хана. Как раз я готовился на бой 5 по 5. Завтра увидимся. Короче, ребята, всем доброе утро. Я Шоу-хар там смотрю, записал сториз якобы. Это все хайп, майп, не знаю. Али не летит в Москву, никто ничего не делает. Шоу-хар, ты реально потерял, я не знаю, разум или что. Ты потерял вообще связь с реальным миром. Все серьезно. Мне сказали, я лечу. Ты просто, я не знаю, где прячешься, сидишь, я не знаю, записываешь эту ерунду, пищешь. Ты кинул миллионы людей. Выйди, если хочешь дараться, выходи, дерись. Еще клоунаду устраиваешь реально. Ты зачем людей так кидаешь? Я хочу попросить Лиги Хардкора, чтобы Аллаусет не прилетел. Прилетел Али Хайбати. Я даю вам мусковое слово, что завтра я готов за один вечер с двумя братьями подраться. Первый Али, второй Перс. Просто дайте мне чуть-чуть минут 15, хотя бы он на оде. Я даю слово, что я готов с двумя братьями выйти. Если на то пойдет, я клянусь. Я вам обещаю, в этом октагоне, чтобы они две братья были, я один. Я готов на это выйти. Судяно, давай, ты же хайпа хочешь. Это первая история, такая хайпа будет. Пускай это так будет, я готов. Я заявляю. Я не шелкал, если так, я не хозяин, но я заявил вам. Че в адец-пай сходят? Ничего не нормально. Че в адец-пай сходят? Ничего не нормально.